Музыка Пришло время поговорить о здоровье. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. У вас будет ребенок. Для любящей пары эта фраза самый дорогой подарок. Но, увы, пока еще не все семьи могут услышать от врача такие долгожданные, главные, наверное, в жизни слова. В мире сегодня насчитываются десятки миллионов человек, страдающих от бесплодия. Статистика утверждает, что с этим сталкивается практически каждая седьмая пара в мире. Часть случаев подается медикаментозной коррекции, поэтому очень важную роль играет своевременное проведение диагностических мероприятий. Как же обстоят дела с решением проблемы бесплодия в Самарской области, об этом поговорим сегодня. Знакомьтесь, пожалуйста, в нашей студии. Наталья Сараева, заведующая отделением ЭКО, врач-экушер-гинеколог, репродуктолог клиники «Мать и дитя» и «ДК». Здравствуйте. Здравствуйте. Оксана Шурыгина, заведующая лабораторией ВРТ клиники «Мать и дитя» и «ДК», доктор медицинских наук. Добрый день. Добрый день. Наверное, сначала стоит определиться с понятиями. Кому, при каких обстоятельствах ставится диагноз бесплодия? Что для этого должно произойти? Бесплодие – это диагноз, когда у супружеской пары при регулярной половой жизни не наступает беременность в течение одного года без контрацепции. При этом следует отметить, что цифра «один год» – это для женщины до 35 лет. Если на прием к врачу обращается женщина старше 35 лет, то о бесплодии мы говорим, когда беременность не наступает в течение 6 месяцев. Кому чаще всего приходится ставить такой диагноз? Если говорить о причинах отсутствия беременности в браке, то женский фактор, то есть женская причина, занимает примерно 35-40% случаев. Мужская причина или мужской фактор бесплодия чуть ниже – 30-35%. Хочу сразу перебить, поисковик на запрос «бесплодие» дает почему-то сразу «женское бесплодие». То есть такой вот стереотип существует в обществе. Ну, стереотип этот, могу сказать, неправильный, потому что вот на сегодняшний момент частота мужского бесплодия, она чуть-чуть уступает буквально на 5-10% максимум частоте женского бесплодия. И, к сожалению, в 20-25% наших пациентов мы сталкиваемся с тем, что проблема отсутствия беременности есть в организме обоих пациентов. Это называется сочетанное бесплодие. Ну, и здесь нужно, конечно, отметить, что вот как раз, если мы говорим о мужском бесплодии, именно в последние десятилетия, в 5-7 лет последних, именно процент мужского бесплодия, он начинает, так сказать, увеличивать свой рост. И мы, на самом деле, сталкиваемся уже, как Наталья Владимировна уже сказала, либо с сочетанным фактором, вот, когда у нас есть проблемы и у мужчины, и у женщины. И очень часто мы имеем, в общем-то, дело с мужским фактором в последнее время достаточно вот часто. Цифры бесплодия по России, наверное, одинаковы примерно по всем регионам. Но, во всяком случае, вы можете сказать да или нет, поскольку к вам едут с этой проблемой люди со многих регионов. Что у нас в Самарской области? Мы как-то хуже в этом отношении выглядим или... Частота бесплодия в Самарской области, она соответствует средним показателям по России, составляет порядка 12-13%. Опять же, если говорить о распространенности бесплодия в Российской Федерации, она, конечно, уровень разный в зависимости от субъекта. То есть мы понимаем, что в регионах, там, где идет культ семьи, да, то есть раннее, так скажем, ну, могу сказать, раннее деторождение, то есть формирование семьи, например, этому страну, где исповедуется ислам, мусульманские культуры, точнее, республики мусульманские, мусульманские культуры, то там, как правило, частота бесплодия ниже, особенно это касается женского бесплодия. Поскольку женщина выходит замуж, и она первая беременность заканчивает рождением ребенка, а не прерыванием беременности, что зачастую, увы, происходит в других регионах, субъектах Российской Федерации. Можно, наверное, предположить, что к вам не приходят совсем молодые, поскольку, наверное, сначала ждут, потом делают какие-то попытки, там, ищут как и куда обратиться. Ну, вот это как раз, знаете, самое распространенное, так, наверное, скажем, уже заблуждение, которое сформировалось в последние годы в России, потому что, наверное, из-за того, что мы многое, что почерпнули из Запада, и, наверное, та информация, которая к нам пришла из Запада, о том, что сначала все девушки должны получить образование, сделать карьеру, и очень часто эти рождения откладываются на более поздний срок, потому что сейчас по статистике средний возраст, когда женщина рожает в Европе, это 33 года. У нас в России это немножко поменьше, но, тем не менее, вот та типология мышления, которая существует ошибочной, что мы откладываем свое деторождение, и сначала делаем карьеру, и добиваемся каких-то других успехов, и обустраиваем свою жизнь, наверное, она не всегда играет на сторону женщины, потому что потом, когда мы сталкиваемся с такими пациентами, которые очень хотят, но, к сожалению, есть иногда проблемы, с которыми справиться достаточно сложно, это, конечно, очень обидно. И женщины говорят, вот если бы тогда, лет пять назад, она думала совершенно по-другому. И поэтому сейчас, конечно, вот, наверное, очень важно, чтобы молодые люди и девушки понимали, что дети – это прекрасно, и не надо это откладывать в толь долгий ящик, как это вот кажется на самом деле. Время – это то, что никак нельзя вернуть, как бы не хотел. Это абсолютно точно, и время, и природа в этом плане работают точно против женщины. И вот если говорить о среднем возрасте пациентов уже в программе ЭКО – 32 года. 32-33 года. То есть если вдуматься в эту цифру, то женщина планирует зачастую первого ребенка в 32 года. Да, возникает вопрос. То есть она, конечно, не только должна. У женщины функция, вот помимо, так скажем, физиологической, и то, что она вынашивает эту беременность, как природа предопределила, у женщины функция все равно социальная. И, возможно, мужчины сейчас, которые смотрят нашу передачу, со мной не согласятся, все равно все-таки в большей степени и в большинстве семей женщина занимается воспитанием ребенка. И природа не зря ограничила женщину сроком деторождения. То есть женщина не только должна выносить и родить этого ребенка, она должна его воспитать и, как мы говорим, поставить на ноги, да, или на ноги. И, соответственно, когда женщина рожает первого ребенка в 33-34 года, вопрос, да, сможет ли она потом забеременеть, чтобы родить второго ребенка, поскольку после 35 лет уже подключается возрастное бесплодие, которое уже достаточно сильно влияет на шанс на зачатие. С которым достаточно сложно бороться. Сложно справиться, да. Хорошо, когда пара, дай бог, вовремя понимает, что беременность не наступает и, очевидно, что-то не так, нужно как-то решать эту проблему, то встает следующий вопрос. А к кому идти решать эту проблему? Если супружеская пара сталкивается с проблемой отсутствия беременности, то здесь лучше обратиться к акушер-гинекологу, который специализируется на всех вариантах лечения супружеского бесплодия, а именно к врачу-репродуктологу. Потому что, если говорить вот в целом, акушерство-гинекология, несмотря на определенную узость, да, вот как бы свои специфики, если рассматривать широко от медицины, все равно это профиль достаточно широкий. Есть в акушерстве-гинекологии именно акушеры, кто работает в роддомах и принимает роды. Есть гинекологи, которые занимаются оперативной деятельностью. И есть репродуктологи, которые специализируются на всех вариантах лечения бесплодия. Есть масса желающих все-таки не прибегать к услугам врача, а попробовать какие-то народные методы. Вот древние знахари лечили бесплодие сока маевы. И, кстати, на сегодня также рекомендуется, вот я вам даже для вас выписала. Правда, такое лечение требует чистого сердца и бескорыстия. Сок пить от молодого месяца до двух третий его ежевечерни по одной столовой ложке. Если не расценивать это как шутку, то предлагается вариантов-то очень много лечения бесплодия именно народными методами. Насколько это может иметь место и все-таки как лечится бесплодие? Вот если говорить, например, о травах, то есть мы прекрасно знаем, что многие лекарственные препараты они сделали на травах. То есть травой можно и вылечить, а можно и убить, покалечить. И не каждая трава, она подходит для лечения. То есть лечение должно быть грамотным. И мы, конечно, должны понимать, что, условно, если у женщины какая-то пограничная ситуация, допустим, беременность не наступает в течение 10 месяцев, да, женщина переживает, она паникует, и мы успокаиваем и говорим, что у вас нет диагноза бесплодия, вы можете сами забеременеть, то, конечно, прием тех же самых, того же самого сока Айвы, он может сработать именно психологически, да, то есть женщина принимает сок Айвы, она верит, что в этом случае она забеременеет, и беременность может наступить. Но мы должны быть реалистами, мы должны понимать, что если у женщины есть какая-то серьезная проблема, например, у нее был серьезный воспалительный процесс женских половых органов, да, скорее всего, есть спайки, которые мешают наступлению беременности, или у мужа есть серьезное отклонение в спермограмме, то, конечно, увы, тут подобные средства, они не помогут, мы должны прибегать к более эффективным, проверенным, с соответствующей доказательной медицинской базой методикам. Поэтому даже если мы используем ананас, который наши пациентки в последние два года очень любят для роста эндометрии, особенно, например, в криоциклах, когда мы размораживаем эмбрионы и переносим, и почему-то вот за последние два года у нас просто какой-то бум на ананас, то, пожалуйста, ради бога, конечно, они могут это использовать, но, с другой стороны, мы совершенно четко понимаем, что, наверное, не только в ананасе дело. Какие методики лечения бесплодия существуют на сегодняшний день? Знаю, что клиника занимается много лет этой проблемой, и, наверное, арсенал на работа на огромной. Какие самые эффективные сегодня применяются? Ну, эффективные я, давайте начну, наверное, с консервативных методик. То есть консервативная методика, вот если говорить глобально, да, становлюсь, то есть в программах, точнее, в супружеском бесплодии используются те же самые методы лечения, которые применяются, например, для лечения каких-то там хирургических, например, заболеваний. Используются консервативные методики, хирургические методики. И отдельно, чего нет в других специальностях, это методы ВРТ, вспомогательных репродуктивных технологиях, то есть высокотехнологичные методы. О консервативном лечении мы говорим тогда, когда нам необходимо, ну, чуть-чуть помочь, да, организму женщины или организму мужчины. Например, если у женщины проблема отсутствия беременности связана с тем, что не происходит созревание яйцеклетки, в этом случае проводится стимуляция. То есть мы немножко помогаем организму женщины с помощью лекарственных препаратов в определенной методике мы вызываем созревание своей яйцеклетки. И когда яйцеклетка созрела, то женщина живет половой жизнью, чтобы наступила беременность. В том случае, если у мужчины несколько снижена оплодотворяющая способность эякулята, то есть спермы, в этом случае проводится инсеминация. То есть улучшенная, как бы сконцентрированная фракция сперматозоидов вводится в матку женщины в период выхода у нее яйцеклетки. То есть мы как бы помогаем. Оперативные методики, они заключаются в том, что когда проводится операция, либо женщине, например, восстановление проходимости маточных труб, или мужчины при определенных формах мужского бесплодия, тем самым мы также восстанавливаем нарушенный механизм, и в дальнейшем супружеская пара может самостоятельно попробовать получить беременность. И отдельно особняком стоят методы ВРТ. Это высокотехнологичные методы, которые, конечно, являются самыми эффективными на сегодняшний момент, и навряд ли будут более эффективные методы по получению беременности практически при всех вариантах супружеского бесплодия. Но Оксана Викторовна дополнит меня. Да, конечно, потому что вот методы вспомогательных репродуктивных технологий – это как раз те методы, где часть определенных этапов, определенные этапы из естественных условий принесены в искусственные инвитеры, и потом мы опять же должны перейти к естественным условиям. То есть мы должны сделать что? Совместно с докторами мы должны получить яйцеклетки, мы должны получить сперматозоиды у мужчин. Дальше уже начинается эмбриологическое искусство, где мы должны получить эмбрионы. И наша задача – отобрать именно качественные яйцеклетки и качественные сперматозоиды. Потому что я всегда говорю, ни эмбрионы, ни яйцеклетки, ни сперматозоиды, они не братья-близнецы, они все абсолютно разные, они на друг друга не похожи. И у каждого есть свой потенциал развития на будущее. И поэтому задача наша, конечно, заключается в том, чтобы, в общем-то, получить качественный материал с одной стороны. С другой стороны, из этих качественных эмбрионов нам нужно выбрать один единственный, самый лучший, который имеет наибольший потенциал комплантации. Потому что в последние вот уже где-то 5 лет наша клиника идет по пути переноса одного эмбриона, потому что мы нацелены на рождение одного здорового ребенка, наверное, лет 10 или 15 лет назад, когда все это только начиналось, а точнее 30 лет назад, да, когда задача стояла перед вспомогательными репродуктивными технологиями получить беременность, то сейчас задача кардинально поменялась. Наша задача не получить беременность любой ценой, а наша задача получить одного здорового ребенка. И поэтому все наши усилия и докторов, и эмбриологов, они все сосредоточены именно на этом. И мы говорим о том, что хороший, в общем-то, выход из программы это в том, что у нас было еще когорты эмбрионов, которые бы мы смогли заморозить, и пациенты к нам пришли за вторым и за третьим ребенком, которые потом уже к нам и приходят. Надо подумать вам над этим. Вы уже начали рассказывать фактически про метод ЭКО, мы сейчас о нем поговорим, посмотрим сюжет. Но возвращаясь к предыдущему вопросу, бытует опасение такое среди людей, что если обратиться с проблемой бесплодия в клинику, то в первую очередь сразу же, не разбираясь, пошлют именно на ЭКО. Предложат только это и ничего другого. Это неправда. Здесь, конечно, выбор. Как у меня сегодня отступление, такая пациентка была на приеме, и она первая фраза, это первичный был прием, то есть женщина первый раз обратилась на «я не на ЭКО». Я говорю, а с чего вы решили, что я вам сразу ЭКО предложу? То есть начиная с того, что у вас даже бесплодия нет как такового, женщина только планирует беременность. Ну потому что все поступательно, шагально. Да, да. То есть выбор метода зависит от причины, да, то есть это касается вообще, вот если говорить о медицине, то есть наше лечение должно быть направлено на причину. Другой вопрос, что не во всех, не при всех заболеваниях, да, это получается. Но тем не менее в бесплодии это получается сделать в большинстве случаев. То есть, как я уже приводила пример, если у женщины не созревает яйцеклетка, пожалуйста, нужно помочь яичникам провести стимуляцию. Если мы понимаем, что у женщины непроходимы трубы, что нужно сделать? Восстановить маточные трубы. А если мы понимаем, что у женщины трубы непроходимы или трубы нет, конечно, трубы нет или одной или двух, конечно, мы понимаем, что это только уже программа ЭКО, где мы, по сути, обходим вот этот вот нарушенный механизм. Ну а теперь давайте с помощью сюжета попытаемся представить, что такое метод ЭКО. Давайте. Тяжело, конечно, все это воспринимать. Когда тебя не касается, думаешь, что это в других, но у тебя это все нормально, все должно быть нормально. Каждая пара, вступая в брак, мечтает о малыше. Однако порой сбыться мечте мешает страшный диагноз – бесплодие. К счастью, современная медицина располагает обширным арсеналом средств для победы над этим заболеванием. Семьям, которые не могут обрести желанного ребенка, приходят на помощь вспомогательные репродуктивные технологии. Самое эффективное из них – экстракорпоральное оплодотворение. Это как раз вот исследование женского мужского генетического материала происходит в этот момент. Дальше клетка к вечеру начинает уже делиться. Самара стала первым городом по Волжи и третьим в России, где начали применять оплодотворение вне организма. Малыши-двойняшки появились на свет благодаря специалистам медицинской компании «Мать и дитя» и ДК. ЭКО является достаточно безопасным методом наступления беременности, однако успех во многом зависит от индивидуальных особенностей организма. Самый высокий процент у женщин до 35 лет. Порядка 60, даже чуть больше. После 35 до 40 лет процент беременности несколько снижается, где-то около 45-50. После 40 лет до 42 беременности есть процентов 15-20. После 42 – единичные беременности. Во время ЭКО яйцеклетку извлекают из организма женщины и оплодотворяют искусственно. Полученный эмбрион содержат в условиях инкубатора, где он развивается в течение нескольких дней. Лаборатория ВРТ «Святая святых». Именно здесь живут самые уязвимые пациенты. Они еще не могут рассказать о своем самочувствии, и крайне важно создать им все условия для здорового развития. У нас есть система, называется «Напримавижн». Это система, которая позволяет наблюдать за эмбрионами, за развитием эмбрионов 24 часа в сутки. Она их снимает, фотографирует. Причем эмбрионы находятся внутри инкубатора, то есть мы их не достаем. Зато мы можем отследить всю динамику их развития, что помогает нам выбрать самый лучший эмбрион на перенос. Полноценный жизнеспособный эмбрион переносит полость матки для дальнейшего развития. Это абсолютно безболезненно и не вредит ни матери, ни будущему малышу. После этого женщина может продолжать вести обычный образ жизни. За 20 с лишним лет применения ЭКО, медицинской компанией «Мать и дитя и ДК», на свет появились более 10 тысяч малышей. Пациенты со всей страны едут сюда в надежде победить бесплодие. Для надежды есть веские основания. Передовые технологии, высокое качество услуг, новейшее оборудование и уникальные методики. И есть, наверное, главное – квалифицированные сотрудники, принимающие чужую боль как свою. Я вам скажу честно, каждый раз, когда мне приносят карту пациентов после программы через 2 недели с результатом анализа, я беру карту, ее открываю и скажу вам честно, сердце бьется учащенно. Увидев положительный результат, сердце бьется в 2 раза чаще, потому что я сейчас позвоню женщине, сообщу ее положительный результат. И пока это происходит, будем дальше работать, творить. Ваш главный консультант сказал, насколько радостно получить желаемую беременность. На самом деле, знаю, что показатели частоты наступления беременности после ЭКО у вас 55%. И это выше общероссийской и даже чуть ли не мировой статистики. За счет чего это происходит? Ну, я думаю, что это, конечно, большой опыт, который уже есть в клинике у наших докторов. Это, конечно, отлажено, хорошо работающая лаборатория вспомогательных репродуктивных технологий, потому что вот сегодня в сюжете мы успели посмотреть, что у нас есть уникальные технологии, которые есть в единицах клиник России, потому что вот сегодня уже говорили про систему видеонаблюдения за развитием эмбрионов. Это уникальнейшая технология, которая есть в клинике. У нас есть шесть микроскопов, когда мы можем, не вынимая чашечку с эмбрионами, смотреть, как они у нас развиваются, и можем выбрать самый лучший, который подает нам надежды на имплантацию эмбриончик. Вот. И, естественно, безусловно, вы могли там увидеть, у нас есть соответствующие для этого оборудования. Это мини-инкубаторы, которые предназначены именно для выращивания эмбрионов человека, потому что они были разработаны для этого. Ну и, безусловно, это уровень развития специалистов, потому что, конечно, я всегда говорю, что если человек стоит, набрал какой-то уровень знаний и дальше он развивается, значит, у него есть путь только назад. Слава Богу, у нас таких специалистов, по-моему, в клинике нет. Это очень важно, потому что, понимаете, вот мне очень нравится высказывание, что мелочи составляют совершенство, а совершенство – это не мелочь. И на самом деле, чтобы иметь такие результаты, которыми мы гордимся, это все очень маленькие шаги, которые к этому приведели. Это как раз те мелочи, которые составляют совершенство. Потому что инкубаторы, потому что среда, которая есть в лаборатории, оборудование, наши доктора, наши катетеры, которые мы переносим, Искусство наших докторов, только это позволяет достигнуть такого результата. Я думаю, что главные страхи, которые терзают людей, сомневающихся, выбирающих этот метод, это безопасность. Насколько все-таки безопасен этот метод для женщины? Давайте, наверное, я отвечу на этот вопрос. Конечно, первое, что пациенты спрашивают, онкология, доктор и так далее, какие-то страхи. Хотя вот такие вопросы практически сейчас, они задаются очень редко. Что касается онкологии, были громадные исследования, они, к сожалению, все за рубежом, это очень крупные исследования, с выборкой 200, 300, 400 тысяч женщин и более, которые проводили программу ИКО много лет назад, то есть за которыми длительный период наблюдения. И нет никаких рисков увеличения частоты онкологических заболеваний, и прежде всего рак, так скажем, гинекологической локализации. То же самое касается и здоровья детей. Нет никакой вероятности увеличения риска онкологических заболеваний у детей. Но что могу сказать? Вот есть такое выражение, русская поговорка, где тонко, там рвется. То есть, например, если у женщин, если есть какие-то проблемы с печенью, вот сейчас, к сожалению, ситуация такова, что у нас увеличивается частота ВИЧ-инфекции, все об этом знают, частота гепатита В, частота гепатита С. То есть, если инфекционист разрешает женщине планировать беременность, и если у нее есть бесплодие, ей рекомендована программа ИКО, такая женщина имеет право проходить программу ИКО. Но поскольку любые гормональные препараты, да и вообще любые лекарственные препараты, они разрушаются в печени, то у таких женщин в процессе лечения может несколько измениться показатель работы печени. Что мы делаем в таких случаях? Поскольку условия неблагоприятные для получения беременности в данный момент, мы проводим замораживание эмбрионов, то есть женщина полностью восстанавливается после программы, и затем спокойно проводится перенос размороженных эмбрионов, и мы получаем беременность, которая протекает абсолютно нормально, но без вот этих вот отклонений со стороны организма печени. Поэтому это вот единственная ситуация, где вот я как врач могу сказать, что ИКО может как-то вот повлиять, да, на состояние здоровья женщины. Что касается вот состояния здоровья детей, так же вот зачастую задаются вопросы, или есть такая огульная критика, к сожалению, даже критика со стороны врачей, медицинской общественности, да, медицинской общественности, то, что после ИКО больные дети. Мы говорим, что они не после ИКО больные, не после технологии. Они могут быть больны из-за недоношенности, а недоношены они из-за того, что они издвоенные. Что женщине, например, с ростом там метр пятьдесят пять, перенесли два отличных эмбриона молодой женщине. Такая женщина забеременела, она и забеременеет с большой долей вероятности, но с вероятностью 30-35% у этой женщины может быть двойнее. И такая женщина, она, скорее всего, двойню не доносит до положенного срока. У нее будут преждевременные роды, увы, со всеми вытекающими последствиями. Поэтому, как уже сказала Оксана Виктор, наша клиника где-то с 2005 года идет уже постепенно по пути переноса одного эмбриона. И у нас, например, вот в этом, в пятнадцатом году, начиная с января по сегодняшний момент, большая часть количества программ, которые были пройдены, это были переносы одного эмбриона с замораживанием оставшихся эмбрионов. И тут, конечно, очень важно очень пообщаться с пациентами, объяснить им, почему мы переносим один эмбрион. Потому что все к нам приходят за счастьем и за здоровым ребенком. И чтобы на всякий случай еще перенести второй, мы как раз вот с этим очень ведем такую, нельзя сказать, что борьбу, да, но тем не менее мы очень долго иногда, да, просветительскую работу, мы очень долго с пациентами беседуем и объясняем, почему нам это, и прежде всего им это не нужно. Потому что никто не захочет после родов оказаться в отделении недоношенных. Никто не захочет пойти в патологию новорожденных, а потом иметь неприятности с здоровьем одного и так очень желанного ребенка. И поэтому вот эти вот все риски, они как раз предсказуемы. И самое главное, что эти риски предупреждаемы. Наверное, лет 50 назад еще никто бы и подумать не мог о том, что вот это все говорится всерьез, что все это есть в нашей жизни. Ну и в завершение еще один очень, на самом деле, немаловажный вопрос. Понятно, что технология уникальная, сложная. Понятно, что она дорогостоящая. Я думаю, что кого-то от обращения в негосударственную клинику удерживает та мысль, что такую операцию невозможно сделать по системе ОМС. Так ли это на самом деле? Думаю, Анатолий Владимирович. Мы проводим, наша клиника участвует в реализации программы ЭКО по полюсу ОМС. То есть пациента имеют право подать заявление в Министерство здравоохранения Российской Федерации. Вернее, я говорила, в Министерство здравоохранения Самарской области. По месту жительства это оформляется в пакет документов. То есть единственное, какой здесь нюанс, то что программа ОМС по состоянию 2015 год, она не предусматривает проведение программы ЭКО именно за счет средств ОМС при сочетном факторе бесплодия, когда проблемы есть и у мужа, и у жены, и при бесплодии так называемого неясного генеза, то есть когда причина бесплодия непонятна. Вот в этом случае рекомендуется проведение программы ЭКО ВМП, высокотехнологичная медицинская помощь, но это также бесплатно для пациента. Поэтому пациенты, которые к нам обращаются в клинику на программу ЭКО по ОМС, это пациенты не только из Самарской области. Это, вот я как-то считала, это у нас получается ряд регионов Российской Федерации, не только близлежащие, это Оренбургская, Ульяновская, Саратовская область, это Ханты-Мансийский автономный округ, Астрахань, Волгоградская область, то есть получается Краснодарский край, то достаточно круг пациентов, он достаточно широкий. И нужно сказать, что вот пациенты, которые приходят к нам по ОМС в клинику, они иногда задают у нас вопрос, у нас те же будут условия, мы совершенно четко им гарантируем, что абсолютно все пациенты находятся в равных условиях. У них те же, у их эмбрионов, те же инкубаторы, те же руки, те же глаза и те же специалисты, потому что, ну вы понимаете, для нас нет разницы, из какой программы пришли эти пациенты, потому что, ну понимаете, человек к нам пришел со своей проблемой, со своей бедой, то есть ее нужно помочь преодолеть и решить. И наша задача, не навредив прежде всего пациенту, наша главная заповедь, не навреди же в медицинском мире, вот, и помочь решить этот вопрос. И мы, вот все наши усилия направлены именно на это, и поэтому пациент ОМС, не пациент ОМС, для нас это, в общем-то, не имеет никакого значения. И мы вот, кстати говоря, когда Гарри Зелимханович сегодня в сюжете говорил о том, что сердцебиение чаще, часто возникает, потому что вот есть такое понятие, бирологическая статистика в клинике, потому что все циклы, безусловно, они отслеживаются, и мы видим, чем заканчиваются эти циклы. И подчас специалисты, которые занимались вот конкретной парой, они больше ждут вот этих результатов. И у нас, знаете, просто на компьютере, на мониторе, когда у нас положительный результат, он заливается зеленой линией, вот как у вас фон, тогда мы очень радуемся, что мы так долго ждали этого зеленого цвета, и этот зеленый светофор, он, наконец, загорелся. Ну, и последнее, чтобы развеять сомнения, понятно, что цифра будет такая сейчас неточная, но тем не менее, если взять общее количество пар, которые обращаются с диагнозом бесплодие за 100%, то какому проценту все-таки нельзя помочь? Вот насколько это беда, с которой можно справляться? Ну, вот есть такое понятие, оно поменялось с 1976 года, когда впервые была проведена программа ЭКО Великобритании. Бесплодие относительное, абсолютное. То есть на тот момент абсолютным считалось бесплодие, ну, практически все тяжелые варианты. Отсутствие маточных труб – абсолютное бесплодие, да, то есть до ЭКО это нельзя было женщине помочь. Отсутствие мужчин и сперматозоидов – абсолютное бесплодие. Вот на сегодняшний момент об абсолютном бесплодии мы говорим тогда, когда у женщины нет матки и нет яичников. Если у женщины нет матки, но есть яичники, мы все знаем, есть такая программа суррогатное материнство. Используется матка другой женщины. Или, например, у женщин нет яичников, но есть матка, можно использовать донорские яйцеклетки. Поэтому, отвечая, или у мужчины, например, нет сперматозоидов, можно взять сперматозоиды из яичка, из яичка провести тестикулярную биопсию, оплотворить яйцеклетки жены. Если у мужчины совсем нет сперматозоидов, можно использовать донорскую сперму, то есть оплотворить яйцеклетки жены донорской спермы или сделать инсеминацию донорской спермы. И вот абсолютные, когда мы не можем ничего сделать, ну, это, наверное, ситуация, Это когда у женщины в силу разных обстоятельств, по сути, нет матки, нет яичников, у мужчины нет сперматозоидов. То есть это, наверное, сложно мне сказать, может быть, полпроцента пациентов. Я думаю, очень доступно было вот это вот сейчас заявление. Большое спасибо вам за подробную такую консультацию. Итак, бесплодие – это не приговор, это лишь повод к действию. Бессильно порой не медицина, а сами люди. Ведь даже тот, кто искренне хочет иметь ребенка, не всегда оказывается готов к испытаниям, которые могут встать на пути к выздоровлению. Отбросьте сомнения, станьте папой и мамой. Разве не любые усилия стоят этого? Будьте здоровы!